В Ярославской области продолжаются совместные рейды Госжилинспекции Общероссийского народного фронта по обращениям граждан на свои управляющие компании. Сегодня комиссия отправилась в Ростовский район. Там жители дома в поселке Поречье и Рыбное жалуются на протечки в Кровле. За ходом рейда следит мой коллега Георгий Колчин. Он выходит на прямую связь со студией по скайпу. Георгий, приветствую. Вот ты увидел своими глазами все происходящее в доме. Скажи, оправданы ли жалобы жителей? Да, Светлана, здравствуйте. Действительно, люди пожаловались на кровлю текущую. Дом был построен в начале 80-х годов. И, как говорят люди, капиталить крышу должны были в начале 90-х по сроку. Но ремонт по каким-то причинам так капитальный и не был проведен. Сейчас, если войти в квартиры и в места общего пользования, на потолке можно увидеть огромные желтые пятна. Как говорят люди, это как раз следы так называемых протечек. Неоднократно жильцы обращались в свою управляющую компанию. Специалисты выходили, заделывали эти дырки. Но, к сожалению, потом все начинало течь по новой. Люди рассказывают, что даже приходится спать под звуки капающей воды с потолка. Кроме того, сотрудники департамента жилищного надзора Ярославской области обращают внимание не только на текущую кровлю, но и на другие замечания. В частности, в доме 97 по улице Малокская они обратили внимание на проводку, торчащие провода, электрические разбитые стекла и паутину между рамами. Также, как мне известно, должны здесь были присутствовать представители управляющей компании. Но по каким-то причинам они сегодня не приехали. Светлана. Спасибо. На прямой связи со студией по скайпу из Ростовского района был Георгий Колчин. И Первый Ярославский будет следить за развитием событий. Продолжение следует... Продолжение следует...